Мы почти закончили наше леопардовое платье и вы уже практически всю работу увидели вот просто полностью но осталось неупакованный рукавчик наше спущенное плечо с одной стороны все платье готово осталось упаковать вот это плечико но я решила как-то нечестно будет это не показывать вам и вот мы сегодня как бы сделаем упаковку вот этого плечика пока видите что оно вот просто не сшито вот тут все у нас не сшито рукавчик проймаем а здесь все готово смотрите как выглядит наше платье с лица как выглядит оно сзади видите да сейчас выверну покажу как выглядит с изнанки вот как мы с вами нарисовали наши обтачки как мы с вами нарисовали вот эту обтачку вот так она и есть видите да здесь так же как нарисовали маркером как отделяли вот эту подкладку от обтачки так оно и есть Смотрите, как хорошо. Очень удобно. Но вы уже столько работы сделали. Обязательно нужно упаковать пройму вам показать. Впереди лето. Очень много нужно легкой одежды. И хочешь, не хочешь, нужно учить технологию. А тот, кто ее знает, нужно подтягиваться. Смотрите, проверили, что все лежит хорошо. Скололи плечо с плечом. Скололи боковой с боковым. Сейчас выкладываем абсолютно идеально, чтобы лежало. Вот смотрите. Не надо подтягивать. Видите, хочет вот тут выйти, пусть выходит. А вам не надо вот так соединять сейчас какие-то 2 мм несовпадения, чтобы они потом тут волнили. Нет. Вы должны выкладывать так, как ложится сама ткань. Вот раз, уложили. Сейчас сколим и проверим. Сделаем осноровочку. По передней части скалываем. Самое главное, мы вам покажем, как же это шить. Вот представляю у нас, сколько народу сейчас летом сможет сшить себе платье шелковое с бантом. Как приятно. Видите, что? Требуется небольшая, абсолютно миллиметровая осноровочка. И сейчас спинку проверим. Идеально вот сейчас должно все быть. Лечь идеально. Теперь смотрите. Задняя часть от горловины. Ровно, красиво, без всяких перекосов выкладываем ткань. Мне так нравится, что вы задаете вопрос и спрашиваете. А я вчера и думала, а что бы мы показывали? Это нам надо было бы каждый раз придумать, что показывать. А так и думать не надо. Ну и спрашивайте. Мы вам показываем с удовольствием. Прямо как приятно. Смотрите. Я сложила, чтобы было все идеально. Переворачиваю. А немножко вот тут не хватает у нас обтачки. Значит, вверх срезаем. Делаем все абсолютно идентично. Чтобы вообще никаких перекосов не было. Будьте внимательны. Сейчас покажу. Все абсолютно идентично выложено. Абсолютно все срезано. Абсолютно точно. Теперь нужно сделать несколько надсечек. Смотрите. Плечо. Это понятно. Плечевое шво будем складывать с плечевым швом. Делаем такие 2-3 миллиметра надсечки. Вот, чтобы это было на обоих тканях видно. Видите, да? Через несколько сантиметров еще. Через несколько сантиметров еще. Через несколько сантиметров еще. Это для того, чтобы мы шили, совмещали надсечки. По той причине, что если мы не будем совмещать, мы перекосим все-все-все. Сейчас будем шить, вы увидите. Сняли наши все булавочки. И теперь мы должны с изнанки шить так, чтобы наши все надсечки совпали. Мы никогда не сделаем никакого перекоса. Ничего не испортим. Нужно залезть сейчас между подкладкой и верхом. Взять плечевой шов с плечевым швом. Выправить его. Сложить лицом к лицу. И сколоть точно плечевой шов. С точно плечевым швом. Конечно, не получится сейчас шить по кругу. И не нужно. Сначала сшиваем вверх, выборачиваем, потом сшиваем вниз. Но смотрите, что теперь мы имеем. Наши надсечки должны совпасть. Раз, два, три. С одной стороны до третьей надсечки можем шить. Сейчас я поставлю вот здесь вот булавочки. Потом в другую сторону вывернем, прошьем, потом вывернем. Насечечка с надсечечкой совпадают. Насечка с надсечкой совпадает. И идем на машинку. Света уже готова строчить у нас. Прошиваем пока только вот этот кусочек. Будьте внимательны. Не пытайтесь шить все по кругу. Увы, его потом не вывернете никогда в жизни. Не получится. Поэтому вот так, как мы вам показываем, отрезочками, отрезочками идете. Сейчас прошьем небольшой отрезок. Вывернем, с другой стороны вывернем, зайдем. В другую сторону пойдем от плеча. А то у нас бывали ученики, придут, раз по кругу прошили, а вывернуть его потом нельзя. Можно пройти и плечо, да? И еще до следующей надсечки пройти, да? Сейчас проходим плечо и проходим еще до следующей надсечки. Потом выворачиваем, смотрим, что же у нас получилось. Самая главная наша задача, чтобы надсечки с надсечками совпадали. Наши кусочек. Выворачиваем все обратно. Смотрите. Теперь смотрим. Мы прошивали вот сюда по плечу. Теперь с этой стороны, с изнанки, с задней части, точно так же заходим, берем и шьем в другую сторону. Так же шьем вперед. Надсечка надсечкой совпадает. Тут небольшой секрет есть. Мы прошили в одну сторону, вывернули, с другой стороны залезли и отсюда начали. Теперь мы можем уже прошивать все. Уже не появится такой вариант, что мы его не можем вывернуть. Будьте внимательны. Дошиваем нашу пройму. Боковой шов с боковым швом, надсечка с надсечкой. Если вы все точно сделали, никогда не будет никаких перекосов. А это очень неприятно. Вещь готовую доделал, одел на себя. Тут косит, тут стянет, там перетягивает не туда. Поэтому мы вам показываем технологию точную. Смотрите, вот наша пройма. И вот она с другой стороны. Если бы мы прошили по кругу, не выворачивая сначала сзади, а потом впереди, мы бы никогда в жизни ее не вывернули. А сейчас все очень просто. Где у нас пройма? Где-то тут есть пройма. Вот она у нас, да. Вот смотрите, как она у нас чудно вывернулась. Все сейчас мы выметаем. Как выметывать мы уже вам показывали. Выутюжим, выметаем, отстрочим. И вы увидите уже готовое платье на мне. Осталось очень аккуратненько выметать вот это вот все. Но мы уже не будем выметывать на камеру. За камерой сделаем. Главное, показали вам принцип. Выметывать точно так, как мы вчера выметывали. Вот это вот все. Я вам показывала, как выметывать. И вы увидите на мне готовое платье. Отдаем его выметывать. Заканчиваем наше видео. Что-то у нас много видео получилось по леопардному платью Но думаю, что вы все поняли, как подобное платье шить Меня это очень радует